Всем привет! С вами магазин Горные вершины. Я, как всегда, Андрей. В нашем сегодняшнем видео речь пойдет о камусе для горных лыж. Что же такое камус? Ну, все очень просто. Камус — это специальная такая полоска, которая приклеивается на скользящую поверхность лыж, на которую нанесен ворс, и она служит для того, чтобы вы могли подниматься в гору и не скатываться при этом на лыжах назад. Небольшая историческая справка. На самом деле камусы придумали не вчера и не позавчера. Это не изобретение последних лет. Они примерно существуют столько же, сколько существуют лыжи. Их придумали народы Крайнего Севера, которые подбивали свои лыжи шерстью оленей для того, чтобы лыжа хорошо скользила вперед и при этом не скользила назад. Принцип работы камуса прост, как все гениальное. На камус нанесен ворс, и он имеет определенное направление. По направлению шерсти лыжа скользит, а против направления шерсти лыжа не скользит из-за того, что ворсинки растопыриваются и мешают ей это сделать. Благодаря этим чудесным свойствам на камусе вы можете подниматься в гору при уклоне до 30 градусов. Если уклон становится круче, то можно уже идти такими траверсами. Чем же отличаются глобально камусы все друг от друга? Ну прежде всего по своему составу именно ворс. Бывают камусы синтетические, это в основном используют нейлон. Какие у него есть преимущества и недостатки? Синтетический камус относительно износостойкий и достаточно устойчив к намоканию, но при этом он тяжелый и не очень хорошо скользит. Также существует камус из натурального махера. Он отлично скользит и достаточно легкий, но при этом он быстро изнашивается и не очень устойчив к намоканию. Ну и собственно бывают камусы комбинированные, ну это будет самым универсальным вариантом. Камус, который состоит из нейлона и мохера. 65, соответственно, процентов у него мохера и 35 нейлона. Этот камус взял все лучшее от синтетического и натурального камуса и совместил это в себе. Также камусы будут отличаться по типу их крепления на скользящую поверхность лыжи. Камусы бывают клеевые, бывают бесклеевые. Клеевые камусы, собственно, из названия понятно, что клеевой камус это камус, который приклеивается на скользящую поверхность с помощью клея, который называется Hot Melt. Такой вид крепления камуса выдержит 200-300 циклов приклейки-отклейки на скользящую поверхность лыжи при температуре от плюс 20 до минус 40 градусов. Бесклеевой камус, как понятно из названия, приклеивается без клея. В его основе силикон и он работает по принципу нескользящего коврика на торпеде автомобиля. Помимо того, что камус приклеивается к скользящей поверхности для того, чтобы он не смещался вправо-влево относительно лыжи, он еще и крепится на носке и на пятке специальными крючками и скобами. Они бывают разных видов, но суть у них одна фиксировать камус. Камус можно купить как на отрез, вы покупаете отдельно камус и отдельно фурнитуру, также можно купить уже готовый комплект, где вся фурнитура уже включена в него. Такие комплекты большинстве своем универсальны и подходят на любую длину и ширину лыжи, но при этом их нужно просто обрезать. А в некоторых наборах даже кладут в комплекте ножик для обрезки камуса. При обрезке камуса важно учесть один очень серьезный момент. Камус не должен закрывать кант лыжи, то есть камус должен закрывать только скользящую поверхность. Таким образом вы сможете на лыжах зарезаться, если вы идете на камусах где-то на траверсе, чтобы лыжа у вас не соскальзывала вниз. Если вы когда-нибудь поднимали на гору в лыжах, вы прекрасно понимаете, что лыжи назад проскальзывают. Вот от этих вещей камус очень спасает. Без камуса зачастую просто нереально на лыжах подниматься, это вы с места не взвинетесь, если у вас нет камуса и у вас при этом ходильные крепления. Многие люди просто приобретают ботинки, приобретают крепления, которые позволяют на лыжах ходить, но забывают про камус. Без камуса подняться в гору нереально, поэтому это крайне необходимая штука для тех, кто занимается фрирайдом и скитуром. Ну, можно вот это вот все, конечно, с обычными креплениями, вот это вот так вот елочкой, но это ж, ну, полгода можно в горку забираться, это ж неудобно. Ну, и в конце хотелось бы отметить такой момент, что камус это достаточно долгоиграющая штука. При умеренной интенсивной эксплуатации он вам прослужит 5-6 сезонов, но если вы живете в горах и каждый день скитуете или гидом работаете, ну, на сезоны вот прям точно хватит. Как вы уже поняли, несмотря на внешнюю простоту, камус это очень полезная и нужная штука для занятия скитуром и фрирайдом. Ну, и традиционно, конечно же, если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был я, Андрей, магазин «Горные вершины». Всем пока!